Мир вам, братья и сёстры! Хочу начать свою проповедь с вопроса каждому из нас. Как у вас обстоят дела с самооценкой? Как обстоит дело с самооценкой? Насколько то, что вы думаете о себе, соответствует действительности, соответствует реальному положению вещей? Или, может быть, мы иногда воображаем что-то от себя, и наше воображение иногда уносит нас очень далеко от того, кто мы на самом деле есть. Вот бывает иногда, что мы умоляем себя. Самоумоление тоже встречается в природе, но значительно реже. Оно может быть где-то, когда-то, с кем-то, да, это и происходит, но значительно реже, намного реже. Давайте мы с вами откроем и прочитаем один стих. Известный стих из послания апостола Павла к Римлянам. Откроем 12 главу и прочитаем третий стих из этой главы. 12 глава, послание к Римлянам, третий стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Когда читаешь и вчитываешься вот в этот текст, начинаешь задумываться, вот в отрыве от всего, о чем апостол Павел пишет, до вот этого отрывка и после, может показаться, что вот Павел здесь говорит загадками или полузагадками. «Более, нежели должно, и по мере веры» – это как? Это как? Как узнать эту меру веры и как видеть потолок или верхнюю границу должного мнения о себе, о себе самому? Давайте попробуем вникнуть в смысл этого отрывка или этого стиха. Обратим внимание сначала на слово «думать», ведь в мыслях, друзья, мы оцениваем себя, мы оцениваем других событий, людей, мы соотносим себя с коллективом, мы находим свой уголок в этом коллективе, мы ищем возможности для реализации дара, который дал нам Господь. Интересно, что апостол Павел часто вот в этой главе использует слова, корнем которых является глагол «думать». Особенно примечательно вот это первое слово «думать», которое мы прочитали. Оно состоит из двух греческих слов. Первое слово, да, как бы соединенных в одно слово, большое, длинное слово. Первое – это слово «сверх» или «выше». А второе слово, собственно, «думать». И получается такое, да, комплексное многосоставное слово «мыслить» или «думать сверх» или «чересчур» о чем-либо. И вот исследователи, которые, да, смотрят, вникают в этот отрывок, в эту главу вникали, да, пишут комментарии, умные статьи, монографии, они говорят о том, что это чрезмерное думание необходимо рассматривать в плоскости даров. Оно проявляется прежде всего в плоскости даров, служения. О них апостол Павел, кстати, пишет дальше. Действительно, порой верующие мнят или думают, что наделены определенными дарованиями, тогда как в действительности этих дарований у них может и не оказаться. Например, я возьму себя в пример. Например, мне может, да, я могу думать, мне может казаться, что Бог наделил меня дарованием быть лидером. И я читаю чуть ниже «начальник ли начальствуй с усердием?» Я хочу начальствовать, хочу начальствовать, причем я готов приложить и усердие, показать усердие, рвение в этом деле. Но в действительности у меня нет этого призвания. Хотя я настаиваю на нем, но я думаю, что оно есть, я доказываю. Чем я хуже других, почему бы и мне не поначальствовать? Верно слово, если кто епископство желает, читаем мы в другом тексте. Доброго дела желает, пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею. И вот в мечтах, в думах своих я уже достигаю желаемого епископства. И в реальной жизни тоже стремлюсь к этому доброму, как мне кажется, делу. Изо всех сил я это делаю. Может быть, да, оно и доброе дело для кого-то, но вряд ли для меня, если Господь не призвял меня к этому служению. Даже если я соответствую каким-то критериям, и мы знаем эти критерии, да, они известны, да, непорочен одной жены, муж трезв, целомудрен, благочинен, честен и так далее. Да, я не могу автоматически претендовать на это служение, если Господь не призвал меня к нему. Или же, допустим, я подумаю, я только подумаю, потому что лучше я не буду демонстрировать этого, что я обладаю певческим даром, да. И я хочу этот дар продемонстрировать, и что происходит в итоге. Да, кто повежливый, наверняка помолчит, люди, которые более прямолинейные, могут мне сказать в глаза прямо, лучше сядь на место и не пой, лучше тебе не петь. Друзья, и вот я вот, когда размышляю об этом, мне кажется, что во всем этом высокомудрее, завышенной самооценке, кроется нечто большее, чем просто непонимание, незнание или отсутствие должного, адекватного мере Божьего дарования, осознание своего собственного признания и своего собственного дара к служению. Думаю. Часто, я не говорю всегда, но часто о себе думают больше, чем должно, когда не хотят думать о других, когда не хотят думать о церкви, о пользе церкви в целом. Думай о себе, или думай о себе. Кто-то ставит здесь жирную точку, а кто-то даже восклицательный знак. Думать о себе. Думать только о себе. В таком случае мысли человека вращаются вокруг его собственной персоны и больше никуда не уходят. По орбите, вокруг собственного человеческого эго. И тогда о себе очень легко думать. Тогда мы скатываемся вот в это сверхдумание о себе. Мы думаем о себе больше и выше и шире, чем должно думать. Обратите внимание на контекст вот этого третьего стиха, если у вас открыта Библия, открыта на послании к римлянам. Обратите внимание, этот текст заключен и не зря между двумя очень важными темами, основными темами, я бы сказал. Это наше отношение к Богу и наше отношение к людям, то есть к братьям и сестрам по вере, ближним и так далее. Первые два стиха, они характеризуют должное отношение нас, как крестьян, к Богу. Но начиная с третьего стиха, Павел обращается к горизонтальному вектору, то есть к должным отношениям каждого из нас к братьям и сестрам по вере. Из этого следует, друзья, что мы, все мы, служим одному Богу, мы принадлежим одному телу, мы взаимосвязаны, взаимозависимы. Соответственно, мы нуждаемся друг к другу и, соответственно, не может быть только я, только моя личность, мои цели, мое желание, мое мнение и все только обо мне. И вот косвенное подтверждение вот этому истолкованию или этому пониманию можно найти немножечко дальше в тексте, когда апостол Павел пишет в 16 стихе, если вы немножечко ниже, посмотрите, там сказано, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте об себе. Обратите внимание на вот эту фразу, не мечтайте о себе. В современном переводе не будьте самодовольны. А церковнославянский, да, еще точнее, не бывайте мудры о себе. Иными словами, не перемудрите на свой счет. Не перемудрите в оценке самих себя. В общем-то, что приводит к нас той же самой мысли. Не мечтайте о себе. В книге притчей, в третьей главе, в седьмом стихе, там сказаны такие слова, очень просто тоже. Не будь мудрецом в глазах твоих. Не будь мудрецом в глазах твоих. Вот такая завышенная самооценка, друзья, один из признаков, я бы сказал так, самообожания и самообмана. Когда люди, подобно молящемуся фарисею, обходят стороной своей недостатки, они их просто не видят. Они выпячивают свои достоинства и подчеркивают отрицательные стороны других людей. И есть во всем этом, я бы сказал, что-то такое отупляющее, ослепляющее, высокомерное. Человек начинает жить, как будто в своем параллельном мире, в котором он и царь, и бог, он и сам себе судья. И, естественно, он выносит всегда себе положительный приговор, вердикт. Он перестает замечать бревно в своем собственном гладу, зато по-прежнему хорошо видит недостатки других. Отношение людей к призванию, к карьере очень четко выражено во многих пословицах. И наверняка многие вы знаете. Некоторые пословицы призывают человека к смирению. «Всяк сверчок, знай свой шесток» или «где родился, там и пригодился». Другие выражают, я бы сказал, неудовлетворенность человека нынешним положением. Плох тот солдат, который не мечтает быть кем? Генералом. К сожалению, друзья, если посмотреть на те оценочные представления о человеке, которые бытуют в обществе, они очень далеки от библейской позиции. Кому-то человеческое существо до сих пор кажется всего лишь винтиком системы, которую можно быстренько убрать, заменить другим. Для кого-то человек – это мера всех вещей. И порой мы сознательно или бессознательно переносим вот эти модели отношения к людям в церковь. И тогда церковь превращается либо государство в государстве, либо в организацию, армию, школу или детский сад. И это проблема. Напомню еще раз, друзья, что текст, который мы с вами прочитали, находится в контексте темы наших тел, как жертвы Богу для служения и преображения. С одной стороны, мы читаем об этом в первом и втором стихах, и единство тела Христова, в котором каждый член имеет определенное назначение, определенную ролевую функцию. Другими словами, друзья, мы должны очень внимательно смотреть вокруг себя на единое целое. Не на нас, как на якую единицу или фрагмент этого единого целого, а на общую картину. Исходить прежде всего из этой общей картины. Есть как минимум две причины. Некоторые проповедники договорят о семи, восьми, десяти раз. Я дам вам как минимум две причины. Как минимум две причины остерегаться комплекса собственного превосходства, которое может стать проблемой и для вас, и для меня, и для всей церкви. Во-первых, первая причина. Мы все принадлежим Христу и являемся частью целого. Мы все являемся частью целого. Может быть, то, что я скажу, является само собой разубеющимся, и, может быть, и не стоило бы как бы акцентировать на этом внимание, но я думаю, что сказать надо. Для того, чтобы христианин мог понять и выполнить повеление, которое содержится здесь в третьем стихе, он должен, во-первых, быть тем, кем называется. Он должен быть тем, кем называется, то есть человеком Божиим, то есть человеком, для которого вся жизнь, как жертва Богу. Верующий обретает и формирует себя, сродняясь и соединяясь с Христом. Сродняясь и соединяясь с Христом. Иными словами, цели Христа, миссия Христа, слова Христа становятся тем, что определяет жизнь христианина. Но христианин не одинок в этом опыте. Христос сродняет в себе всех искупленных чад Божьих, и мы все становимся частью единого целого. Христос говорит, я есть млаза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. И христианин не может жить в полной автономности. Вот сейчас западный индивидуализм, он проникает и в наши ряды. Да, и нам кажется, что мы можем прожить, что одиночное плавание – это правильно, это замечательно. Нет, ничего подобного. Полная автономность, гордое одиночество – это вещи, которые часто восхваляются сейчас в литературе, в кино, которые демонстрируют некую величие и гордость человека. Они не являются чем-то полезным для христианина. Говоря о гордости, вы помните сказку о рыбаке и рыбке у Пушкина? Вот эти вот все старухины страсти, которые находятся в ней, они спят, пока корыто разбито, пока у нее перспективы просто безвылазная бедность. Все это находится в таком состоянии. Но как только дела пошли в гору, мы видим, все это появилось, все это вышло на поверхность. Да, и гордость, и ненасытность, и спесь, и жадность – все это ожило и проявилось в полной мере. Итак, друзья, Бог определил нам развиваться в рамках единого организма – тела Христова. Как только в членах этого тела возникает тенденция к мечтанию о себе, такое раздутое самомнение или преувеличенное мнение о себе и своих способностях, наступает дезинтеграция общин на мелкие куски, на фрагменты, на отдельные индивидуальные единицы. И вот это отмежевание обычно происходит на фоне споров, расприй, зависти, недовольства, соперничества. Все эти «я» просто не могут ужиться друг с другом. они не могут сосуществовать в едином организме, потому что в одном организме не может быть 100, 200, 300 центров. И пока происходят все эти процессы, ни о каком единстве речи быть не может. Итак, первое. Мы все принадлежим к Христу и являемся частью единого целого, частью тела Христова. И второе. Каждому из нас Бог дал определенный дар в уникальной мере и в уникальном наполнении. Каждому из нас Господь дал уникальный дар в уникальной мере и наполнении. Стих 6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования то», пишет апостол Павел. Простое правило. Имеешь дар, используй его на благо тела Христова, на благо Церкви. Не умаляй степень Божьего дарования в себе, но и не раздувай на эту степень, это дарование. Кто-то может сказать, ну вот нас опять загоняют в какие-то рамки. Опять уравниловка какая-то. Я не думаю, что апостол Павел хочет загнать нас в эти рамки или хочет ограничить нас в нашем стремлении к реализации того дара, который Господь нам дал. Если бы действовало правило, в чем уродился, то есть в каком сословии уродился, родился в том и умирай, то апостолы, ну, так и бы, так бы, наверное, и остались рыбаками. Павел остался бы кем? Ультраатраксальным раввином или фарисеем. Лютер был бы обычным, да, бюргером, как и отец его. Ломоносов остался бы рыбаком-помором. Иногда думаю, что, может быть, и неплохо бы, если бы в иных случаях это правило действовало. Может быть, Сталин бы просто, да, так и остался там сапожником или плохим никудышным священником. А Гитлер, например, был бы, ну, в средней руке художником. Но, да, мертвецы или биографии мертвецов не знают сослагательного наклонения, поэтому... Тем не менее, я не думаю, что апостол Павел хочет нас чем-то ограничить. Итак, мы возвращаемся к вопросу. Как же думать о себе правильно? Как же найти ту меру правильного мнения о самом себе? Апостол Павел говорит, что прежде всего, вот в этой оценке, в нашей оценке, да, присутствовали такие характеристики, как скромность, рассудительность. И он говорит, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вера, данная Богом, это тот стандарт, по которому мы должны измерять себя. И вот в центре этой веры, друзья, это всегда Христос. Ни человек, ни я, ни пастор, ни епископ. Это всегда Христос, которому мы служим, который наделяет нас посредством Духа Святого своими дарованиями. Иоанн Златоуст, мне кажется, очень замечательно истолковывает этот отрывок. Я прочитаю несколько строчек из его толкования. Он пишет, «Так как подаяние дарования привело многих из римлян и из коринфян к высокомерию, то обрати внимание, как апостол делает ясной причину этой болезни и малу-помалу удаляет ее. Сказав, что должно думать скромно, он присовокупил по мере веры, какую Господь каждому уделил, называя здесь верою духовное дарование. Словом же, уделил, он утешил и того, кто получил меньший дар, и смирил того, кто воспользовался большим даром. Если Бог разделил, а не твое преуспеяние имеет значение, то почему ты много думаешь о себе? Замечательно, мне кажется. И вот, в заключении хочется подчеркнуть еще одно. В 9 стихе апостол Павел, в этой же главе, он пишет о любви. Он говорит, любовь да будет непритворна, отвращайся зла, прилепляйся к добру. Друзья, когда, помимо всего того, о чем он сказал, апостол Павел, выше, именно скромного, должного, то есть той вере, которая присутствует в нас, в некое дарование от Бога, будет еще предсовокупляться любовь, я думаю, что тогда это поможет нам действительно очень правильную дать самооценку. Любовь, не эгоистичная любовь самому к себе, а любовь к братьям и сестрам. Если это есть, если это все соединяется скротостью души, если в нашем характере преобладает скромность и смиренно-мудрие, то есть мудрость, сочетающаяся со смирением, то я думаю, мы сможем дать правильную оценку самому себе и тому дару, который присутствует в нас. Как видите, друзья, вот эта тема, которую я поднял, казалось бы, выражена одним стихом, и, может быть, мы иногда проходим эти стихи, мы читаем их, да, и не всегда замечаем то, что апостол хочет донести до нас, но это оказывается очень важно, потому что это касается духовного здоровья не только каждого из нас в отдельности, но и духовного здоровья всей общины, потому что если в нашей жизни мы будем ошибаться в оценке самих себя, это может привести нас с вами и нашу церковь к дисфункциональности, мы не сможем правильно и самое главное во славу Божию, во славу Иисуса Христа выполнять то служение, которому мы призваны, соответственно, тогда все будет хромать на одно, а может быть, и на оба колена, тогда будет хаос и то, от чего мы должны уходить как можно скорее, да, то есть будет беспорядок и в церковных делах, и в нашей духовной жизни. Я прочитаю еще одно из речения и в качестве заключительной такой ремарки хочу, чтобы мы выслушали. Это святитель Григорий Богослов, и вот он говорит следующее, очень замечательное, он говорит, если будешь много о себе думать, то напомню тебе, откуда пришел ты в жизнь, чем был прежде, чем когда лежал в утробе матери, и чем будешь впоследствии, а именно прахом и снедью червей, потому что принесешь с собой к ветверцам не более, как и самый немощный, а если будешь низко о себе думать, то напомню тебе, что ты Христова тварь, Христова дыхания, Христова честная часть, а потому вместе небесный и земной, через Христовы страдания, шествующий в нетленную славу. Это напоминание всем нам, кто мы есть, как дети Божии, как чадо Божие во Христе Иисусе, и чем Он нас наделил, и как мы должны относиться к этому дару, дару Христову, не как к чему-то приватному, к чему-то, что мы каким-то образом генерируем, продуцируем своими талантами, своим умом, своими стараниями, а что, чем мы наделены, наделены самим Богом. Поэтому давайте правильно относиться к тому, что Сам Господь дал нам. Давайте не мечтать о себе. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. и приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.